Привет, мои дорогие зрители, подписчики моего канала. С вами Стронг, и мы продолжаем прохождение DSD. И напоминаю, в прошлой серии у нас было такое сообразное ознакомление с этой игрой. Ну как ознакомление, я просто вам рассказал много чего интересного. И сегодня, наконец-то, начинается наша игра. Кстати, этот эпизод я снимаю, ну, наверное, через секунд 20 после окончания предыдущего, так что никаких новостей я вам сказать не могу. Разве что для тех, кто не смотрел предыдущую серию, могу сказать, что мы нашли себе карту. Кстати, вот она. Мы так и не посмотрели, попозже чуть-чуть сделаем. Нашли себе двух ствол, который мне не понравился из-за того, что она очень громкая. Ну, я так думал. Не проверял. В общем, теперь мы играем аккуратно, предельно аккуратно. По сравнению с прошлой серией, когда я саграл в Зомби 20, да, наверное. И сейчас мы бежим то ли в Надеждено, или куда-то там еще. В общем, мы бежим по дороге, нам остался один километр. И сейчас я хочу как-то посмотреть на карту, найти себе кустики, в которых это можно сделать, чтобы нас тут не убили сзади. Подло, не убили нас сзади. Давайте мы туда возойдем, спрячемся. Ляжем туда. Думаю, что скоро я, наверное, поменяю уже все-таки свой топор на огнестрельное оружие. Так, вот наша карта. Смотрите, ее буковка М английская. Так, что здесь у нас есть? Прежде всего нам нужно определиться, где мы. Какая-то метка стоит. Ладно. Так, мы, 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 мы. Где мы? Я так полагаю, что у нас не отмечается здесь на карте. Это хреново. Точнее, это, конечно, более реалистично. Кто со мной соберется поспорить. Да-да-да, не спорю. Так, мы где-то. Где мы вообще? А, вот Надеждина. Ну, мы, наверное... Так, Надеждина. Надеждина. Так, я не знаю, может быть мы здесь были. Короче, сейчас пробежимся, найдем какой-нибудь населенный пункт и посмотрим, где мы. Хотелось бы знать потом какую-то цель себе поставить, чтобы была как-то более осмысленная игра. Хочу заметить, что графика в игре отличная. По-моему. Для такого гигантского острова. Вот, кстати, у нас там указатели есть. Смотрите, все прям как по заказу идет. Так, Козловка и Болото. Козловка. Ну, в Козловку мы уже решили, что не идем, так что пойдем в Болото, да? Главное, чтобы мы не шли обратно, откуда начали. В общем, посмотрим, играю я на том же самом сервере, на котором мы играл в первой серии, то есть здесь день, русский сервер. Русский 39. В общем, мне вот за эти 20 секунд между сериями, когда я просто свернул, пошел вниз и выпил чаю, ну, ватнул чаю, мне успели написать, что... Блин. Потерял я мысль. Что мне успели-то написать? Забыл. Смотрите, памяти, блин, у меня нет. А! Так вот. В общем, я сказал этому человеку, что сейчас начинаю снимать DSI, и после чего через полчаса он мне написал, что лучше всего начинать свою игру с тех, где нет людей, потому что это мега опасно. Ну, не знаю, я еще людей не встречал, так что я их еще не боюсь. Но, раз уж нам опытный игрок, опытный человек говорит, что это так, давайте послушаемся его совета. В общем, сейчас я буду бегать не по электрозаводску и не по Черногорску. Это вот два города, которые он мне назвал, которые идти сейчас не стоит. Я буду сейчас обходить таким большими петлями населенные пункты, чтобы они... Блин, да какой же... Это что вообще за фигня, ребят? Как он меня увидел? И что делать? Вот я криворукий. Ой, жесть. Ладно, я тебя будем топором от него смахивать. Иди сюда, иди сюда, но. Но. Ты что не дохнешь, что? Что с тобой? Демон. Твою мать. Что с ним? Попал мне. Вот так, у нас уже красная еда, красная вода. И один криворукий русский. Блин, ну, я не знаю. Если зомби настолько сильно здесь видят, то я буду отбегать их еще большими кругами. Потому что он побежал на меня за 30 метров, наверное, от меня стоял. Видел меня. Хотя мне казалось, что они слепые. И вот смотрите, я с топора два хэдшота поставил. А, кстати, немножко о дебаг-мониторе вам расскажу. Это, короче, окно наших статистик. В нем можно много чего интересного узнать. Например, первая строчка зомби-килл. Тут, ну, тут, в общем, вам не понадобятся небольшие знания английского языка. Для тех, у кого есть русификаторы, ему даже переводить не надо. В общем, убитые зомби у нас 15 штук. Следующая строчка. Хэдшоты. Выстрелы в голову два. Я не знаю, как он выстрел в голову с топора. Короче, тут у нас два хэдшота. Мародеры. Это люди, в общем, которые, ну, в общем, как падаль, собирают весь хлам земли. В общем, там, трупов собирают и так далее. В общем, мародеров у нас ноль убитых, видимо. Бандитов ноль убитых. Это жалко. Если бы я увидел бандита, я его сразу убил. Крови у нас 9 тысяч, как я бы говорил, это наша жизнь. Максимально 12 тысяч количества. Сейчас мы отбежим вон туда вот в лесок и поедим. Так, зомби. Следующая строчка. Зомби. Живые и... Нет, зомби... Живые и всего. Вот так вот. Перевод такой. В общем, живых у нас 125, а всего зомби 128. Видимо, 128 лежит на карте. Число постоянно меняется, потому что зомби респаунит. Видимо, очень быстро. Вот, посмотрите, 140 и 171. И кто-то очень сильно развлекается, потому что, смотрите, убивают там 30 человек. Размахом. Ну и дальше наш никнейм это строник. Кстати, если в игре встретите каких-то там моих плагиатов, то знайте, что это не они. Потому что мой ник стронг, конечно, там, наверное, можно подделать под русскую раскладку стронг. Ну, в общем, надеть вам повезет. И если вас предложат подвезти на машине кто-то, то, блин, это буду и не я. Вряд ли, конечно, это буду я. Так, а вот мы сошли в ресоп, теперь нам поесть надо. Банка Кока-Колы мы выпьем. Как он ее пьет-то так. Ладно, напились. Теперь надо что-нибудь пожрать. Банка с ординами есть. Все. Теперь наш персонаж доволен всем. Конечно, бегать на сет и желудок это не айс, но ладно. И хочу заметить, что у нас прибавилось 200 или 300 крови. Ну, блин. Так баночек через 20 гидиши наберем себе полное количество. Кстати, когда ты теряешь кровь, это уже не мое наблюдение, я нигде не читал. Точнее, я увидел скриншот, где у человека 3000 крови. Ну, в общем, у него весь экран серый. То есть, если вы, как-то будет у вас серый экран, значит, то, что у вас мало крови, и вы можете это изменить, только если, наверное, нажаетесь до отвалу. Ну, посмотрим. Может, как-то по-другому можно. Так, я уж не понимаю, бегу. До хренища времени. Трачу уже. Что-то впереди у нас там. Дорога. Всегда дорога. Может, я медленно бегаю? Давайте побыстрее немножко. А, вон, там уже домишки у нас видны. Отлично. Это хорошо. Сейчас будем, наверное, внимательно осматриваться. В поисках зомби. Ухлышит у нас там такое. Это какие-то... Как сказать? Ангары, что ли? Амбары. Еще похожие такие названия, конечно, и места похожие. Буду путаться, наверное, я так. Ну что, мы приближаемся уже. Дил гаттс вас килд. Обидно, что сказать. Так, что сейчас странно, это то, что в чате как бы никто не пишет там. То есть, когда я заходил на прошлый мой сервер и бежал до нашего места начала, я просто флот какой-то в чат был. То есть, там, дай мне попить, дай мне поесть, пошли со мной. А сейчас прям пусто. Видно, все засели, все на точках. Давайте мы засядем тогда, посмотрим, что тут у нас будет. Ох, фпс снова упала. Надо бы на другой сервер переходить. Так, мы находимся, видимо, в болотах сейчас. Давайте мы посмотрим, вообще болот это где. Вон у нас там часики, вы видите, слева внизу. Ну, это время на сервере. Кстати, идет оно ровно с такой же скоростью, как реальное время. То есть, одна секунда игрового времени равняется одной секунде реального. То есть, на серверах, ну, онлайн, которых там день намного выше, чем у которых ночь. Хотелось бы, конечно, ночью поиграть, посмотреть, что это такое, но потом мы это сделаем. Так, где, где болото, ребята? Кабанина, какая-то Камышова. Давайте мы отдалим тогда, я не знаю. Может, болото не отмечается на карте? Ну, нельзя. Дракон, вот в миле. В общем, ничего тут у нас не отображается на карте, блин. Ну, ладно. В общем, потом будем к каким-нибудь серьезным городам бегать, там, наверное, будет нас видно. Так, впереди у нас зомби. Позади зомби. Крутой поворот. Обманчивый лед. Так, что я могу сказать? Там у нас довольно много места, в которые можно зайти. Давайте мы этим и займемся. Зомби. Будем двигаться с вами под шифтом. Это означает то, что я зажал клавишу shift, и от этого персонаж наш двигается со скоростью черепахи. Но зато зомби нас не видят и не слышат. Это мы можем определить по зеленому глазу и уху, который справа от CD-баг монитора. В общем, чем больше таких волнистых линий рядом с ними, тем хуже для нас, потому что нас будет более видно, более слышно. Давайте я вам к примеру сейчас сделаю. Вот я, допустим, побежал, да? И, знаете, сразу же три линии, а так две. А если ползком, то, наверное, там вообще одна. А если под ползком, под шифтом, то, наверное, вообще ноль. Нас не должны увидеть, по идее, потому что смотрим в другую сторону. Мы, конечно, играем уже на довольно таких поздних обновлениях. То есть изначально в игре было очень много багов. То есть различных там неполадок с текстурами, с игроками, с зомби. Ну, с зомби они до сих пор не исправили, наверное. Вот, а сейчас мы играем на таких уже довольно стабильных клиентах. Вот я упоротый. Я просто не могу. Ну как так можно, ребят? Ну что вообще за дела я... Блин. Что с тобой? Взял и ушел. Может он нас не увидел, а? Давайте ползком. Как я говорил, ползком и под шифтом. Так. Вползем к тому вот домику. В таком приблизительно. Мы в прошлый раз нашли с вами карту. Будем надеяться на что-нибудь еще крутое. Видите, ползком у нас вообще, то есть нету полосок рядом с глазом, рядом с ухом. Ну или есть, но мы их не видим, наверное, даже. Конечно, так как-то не проголодаться, вы посмотрите, как он трудится, бедный. Так, что у нас там есть? Поесть. Еще что-то. Что такое? Патроны на то, чего у нас нету. В общем, как обычно. Сода. Ну, по-моему, давайте возьмем баночку. Грелка. Зачем тут грелка? Видно. Давайте возьмем ее. На всякий случай. Вдруг там холодно станет, мы погреемся. Так. Твою мать. О! Это курочка. Господи, долбаные курицы. Как ты меня испугала. Вообще, почему у зомби не едят куриц? Почему она живая? Зомби же едят все. Они же не гурманы. Нет, отвернись от меня. Блин, ну ты... Что ты будешь делать? Я просто криворукий. Да, и можно не писать это в комментариях. Я зомби заметил. Так, мы нашли коробку с инструментами. Ну, или как-то так, в общем-то. Что с ними? Ну, демоны какие-то просто. Вроде бы меня спалили. Вроде бы побежал на меня и никуда не входит. А, вот. Вот они, наши дружки. Колесо. Чем нам колесо? Машину собирать будем по частям. Так. Какое-то маленькое помещение. В нем еще нет. И, в общем, я попросту потратил свое время. Еще привлек много внимания. Ну, в общем, мы, как обычно, их сейчас убьем. Тихо, топором. Я буду убить с топором. Топором бьет на расстоянии двух метров. Всем советую им пользоваться. Он бесшумный, да еще и на дальнее расстояние действует. Так что у них есть, у них ничего нет. Больше всего мне непонятно то, что почему нету никого вообще вокруг. То есть, как бы, ну, я не знаю, чтоб всех, что ли, заразили. То есть, в этой деревне ни одного бабушка, ни дедушка из двухстволка, которые там отпугивают зомбер. А там у нас монстры, тут монстры. Не знаю, но если они такие тупые, то, может быть, нам и не стоит даже скрываться от них. Потому что мы с вами гуляем по таким местам, в которые, в принципе, нормальные люди не заглядывают. Смотрите, я иду прямо около него, он меня в упор не видит. А, во, увидел. Ну, давай, иди сюда, друг ты мой сердечный. Что с тобой? Бегает, как обезьяна. Я, может, нам просто тут всех перебить, но что они тупые. Курицу можно завалить. Это будет нашим. Нашим ачинментом нашим, блин. Так, там еще домики, 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 ну, вы даже не затянете. Ладно, мы там отметили для себя какие-то ангары, амбары. В общем, мы там сейчас ниху, после того, как я убью этого зомби. Я суровый кронсатель зомби. Кстати, мы уже в 19 штуках нарубили. Так. Только я потерял, на самом деле, где это все? Было так. Значит, мы смотрели оттуда, значит, должны были видеть это там. А, да. Вот так и есть. Вот это место меня что-то уже не впечатляет, потому что, во-первых, оно около берега, поэтому здесь бегают новички, потому что все они возождаются около берега. Ну, почти все. Поэтому здесь может быть очень много людей. Не хотелось бы, конечно, мне их встретить. Смотрите, что это там там впереди? Машины? А, ну это в хлам раздолбанная рухлит. Ну, кстати, на некоторые машины здесь сесть можно, как я знаю. Даже на вертолет здесь можно найти, но... Думаю, что новичку это сделать не под силу, особенно такому, как мне. А, кстати, здесь я никого не вижу, то есть никакого зомби нету. Так, зайдем, наверное, вон в тот... Что это, наверное, центр управления полетами, наверное, или что-то вроде того. Какая-то будка. Ну, здесь мы там что-нибудь найдем, все хотят пистолет. Господи, там трава лагает, я уже подумал, что все. Мне хана. Вообще, если я встречу в этой игре человека, наверное, я сразу же умру. Правда, сразу же. Ха-ха-ха. А может быть, я другу встречу, кто знает. Странно, но нету никакого зомби. Прямо странно, ребят. Вроде бы, место-то дофеища, да? А зомби нету. Нигде причем. Так, а здесь можно войти в него как-нибудь, нет? Где? А, вон у нас там есть лестничка. Лестничка эта зашелись. То есть, мы его пойдем вокруг, чтобы ни на кого не напороться в случае. А, вот, смотрите, здесь можно зайти. А, так как мы это сделаем? А? Мы не можем это пойти, видимо. Ладно, давайте там по лестничке тут беремся, что ли. Кстати, у нас плохое соединение с сервером. Видите, красненькая такая цепочка справа. Поднято по лестничке. Ох, ты как тут ты делаешь сурово. Тут я подумал, что неправильно вам сказал, потому что стекла тут здесь снова загорожены чем-то, а войти можно. Наверное, если таки ошибся, говоря вам что-то. Так, а здесь ничего нету. Ух ты, что это? Это М1014. В общем, дробовик, у меня нет патронов. Зачем нам дробовик без патронов? Так, а снова у нас проблема. Забирается он, конечно, как лягушка по лестнице. А у нас, в общем, проблема, поэтому... Давайте мы снова спустимся прямо по лестнице, по этой же, да и все. Опять маленький фокус, что делать будешь. Вот. Спустимся вниз. Ну, вообще, конечно, сейчас просто, не знаю, завидная мишень для снайпера. Так. Да, что здесь нас могут убить, просто, я не знаю, за километр нас могут увидеть, за километр убить. Так, ну я что-то не понял, почему нету зомби. Везде были зомби, а тут нет зомби. Тут какой-то труп в пакете. Или что это? В общем, мы сейчас ничего сделать не можем, да и ладно. Ух ты, эээ. Что это у нас? Это... Это же блин человек. А мы его обыскиваем сейчас прямо, мы это делаем. Но у него ничего нету. Он пустой. Мы можем сейчас найти его рюкзак, который тоже пустой. Да, прям зачем он тут умирал? Еще бы... А это она, наверное, то есть это была женщина. Почему себе? Ух ты, там что-то впереди у нас есть ребята. Сегодня наш день, мы нашли АКМ. Я рад. Я просто рад. Так, мы быстренько скидываем это в панели наших снаряжений, в общем, нашу. Берем две калашников. И, кстати, скидываем нашу винтовку нахрен. Вот так вот. Ну, как бы, подарочек другому человеку будет у нас. Теперь у нас две обоймы. Это хорошо. А, так. Кстати, астротрупы, я заметил, что мухи слышат. А, так. Ух ты, зомби. Ну, неужели... Подождите, это человек, блин! Человек, ребята, человек, засада! Давайте мы ему что-нибудь напишем. Брату нашему. Видите, что если он побежал от нас? Господи! Он просто рванул от нас со всей дури, и все. Ух ты, зомби! Ух ты, зомби! Ничего себе, откуда они здесь? Ладно, в общем... За ним зомби подбежали. Ну, короче, отставим от нашего брата младшего. У нас уж он не предпочел общение с нами, хоть я его убивать не собирался. Я добрый человек. Как жизнь, так и в игре, поэтому... Ну, пусть себе живет. Пусть радуется жизни. Человек такой... Трава. Так, нам нужно обыскать вот второй вот ангар и все. И бежать отсюда со всех с ног, просто удрапать. То зомби тупые, то умные, что с ними? Ну, в одну разу, там, они нас не видят и все тут. И все тут. Только вот я не понял, почему он побежал от нас, а не начал у нас стрелять там, я не знаю, они на часа экшен у нас. Так, а что это у нас там такое? Что это у нас там такое? Блин, это пистолет, ребята! Это, блин, это пистолет! Ура! Все. Наша миссия выполнена. Причем она выполнена сполна вообще-то. Быстро бежим туда, смотрим, что у нас есть там. Видимо, ангар у нас только по углам, да, что-то валяется. Бинокль на случай, у нас бинокль вроде есть. На, у нас есть венокль. Все, тебе нужно убегать отсюда. С чувством выполненного долга. Там еще один домик, я просто не могу его пропустить, не зайти в него. Ай, зомби! Зомби! Ну, конечно, вот, ребят, если бы я сейчас... Кстати, я бы немножко воздержался, то на нас бы не напали, но, как видите, такого не произошло. Теперь нам нужно выбраться отсюда, причем сделать это быстро, если все заборы закрыты, причем из-за текстуры я нифига не вижу. Непонятно, что у нас происходит, в общем. Представим, наверное, подползать там. Зомби там тоже, смотри. Может, не заметил. Кстати, зомби в костюме военного. Это интересно. Все, ура! Мы справились, мы победили. Так, пойдемте отсюда. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать эту серию. Уже вторую на счету. Что ж, в ней мы нашли себе оружие. Увидели человека, который испугался нас. Видимо, мы настолько страшны. В общем, все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы это видео попало в топ, чтобы мой канал развился. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Стронг, и мы увидимся в следующем эпизоде. Пока-пока.